Что хотелось бы сказать насчет подростковой диверсионной группы в Ясеноватой Донецкой Народной Республике. Вы понимаете, возможно такая группа действительно была, но мне больше кажется, что она занималась криминалом. Возможно действительно эти ребята что-то взорвали, но очень сомнительным выглядит то, что они действительно взрывали бронетехнику и машину связи и так далее. Почему? Потому что, во-первых, работать со взащаткой неплохо. У меня очень много, в принципе, неизвестно случаев, когда достаточно компетентные взрослые бойцы подрывались. А тут какие-то подростки без опыта, без ничего и подрывали кучу объектов. Это бред. Кроме всего прочего, меня интересует главный вопрос. Если действительно эти подростки так успешно действовали, так успешно все взрывали, а куда, собственно говоря, смотрело МГБ? Куда смотрели компетентные органы? И что самое главное, вот там введен комендантский час, а для чего он вообще введен, если группа подростков может ходить и взрывать бронетехнику? Чем вообще занимались силовики? Если сегодня их могут ходить какие-то малолетние взрывать, то что же будет, если там, допустим, зайдет какая-то действительно серьезная разведгруппа или серьезные диверсанты? Я больше склонен думать, что это очередная побасенка от пресс-центра армейского. Потому что давным-давно уже армия Новороссии, ну, Луганской народной республики, они перестали говорить правду, а вместо этого вводят какие-то фейки. И эти фейки, они чем дальше, тем больше носят уже характер каких-то сумасшедших вообще историй утиных. Так что даже, я думаю, украинская пропагандистская машина, и то, наверное, скоро будет им завидовать. Завидовать. Спасибо.